Мы вдруг неожиданно столько приехали в Икею, хотим что-нибудь для дома купить, обновиться. И, кстати, да, стандартная запись на парковке, как же без этого. Что-то вы немножко испачкались. Дайте-ка я вам монитор протру. Во, уже другое дело, в полной красе. Хорошо. Народа нет сегодня в Икее. О, мне кажется, как мы давно в Миге не были. Я уже забыл эти ощущения. А тут магазины постоянно переезжают, закрываются, новые открываются. Одно неизменно. Икея и Ашан. Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов macov.net. Мы в Икее. Давайте примерим новый колюб. Не знаю, что продается. Мне, наверное, идет, нужно в Вьетнам ехать. Да, продается. Да, продается. В Вьетнам поедем. С очками вообще глупого было. По букву и кресля. А ну-ка, провалюсь, прям съезжаешь. О, ребят, все. Едем на юга отдыхать. Пока. Тут прикольно. Ой, что-то я зачитался. Надо лежать. Давайте оставим книжечку здесь. А что, кстати, в шляпе можно уходить. В конце вернуть. Ладно, что что-то. Прикольная тема. Конечно, семерку он не стоит. Омбрера. Называется как? Сомбрера. Сомбрера. Хотя нет, мне называется еще надо. Такие стопки с текелой. Можно расходить. А что не это? Подожди. Не ломай шляпы, шляпы не ломай. И фугу их надо. О, смотри. Так и пожарник какой-то. Жук? Пожарник? О, во-первых, вот точно вы видите, нам нужно ехать. Сейчас поставим 100 штук сюда. Смотри. Ладно, опять все прикал. Мне кажется, я всю свою идею черпал вот из этого. Когда я в Икею видел подсветку, из Икеи она и получилась. Красиво, да, смотрится? Слушай, ну что-то Икея прям на плетенку перешла. Сколько всего у них. Не приятно. Да. Будем в плетеных лаптях ходить. И в шляпах соломенных. В плетеных. Соломенная плетеная шляпа. Эх, везет людям, у кого такая вот кухня, возможно. Ну это, наверное, вообще отдельный дом должен быть. Чтобы вот такой вот островок кухонный был. Чтобы можно было с калочкой так поводить. Что вы делаете на своей кухне с калочкой вводим? Вообще бардак какой-то на кухне. То есть смотри, как здорово. Вообще, поджарьте мне. Что там? Вообще прикольно, да, сделано. Круто. Просто сотни метров, километры. Икея. Ходишь и все так это. Прикольно. Кстати, вот где-то здесь мой стол для мака. Нет, это, кстати, не он. Вот, смотрите, такой же стоит 12 тысяч. А у меня он намного проще. Во. Тысяча девятьсот девяносто девять. Он, по-моему, подорожал за полторы, что ли, покупал? Ну, сейчас две. Сейчас что-нибудь здесь точно купим. О, кстати, наша штука вот такая вот дома у нас стоит. Давно ее покупали. Вообще в Икееве много всего прикольного. Во. Очень удобно. Сейчас дядя Илья будет сжать 40 килограмм с полки. Ведь для этого я хожу в спортзал. И качаюсь. Три подхода по 15 раз. Так, я как и полезно. Ну, давай. Так, а вы жали 40 килограмм с полки? Нет, конечно, все весело, потом будет все машину спихнуть. У тебя такое красное лицо от... Это красного цвета, который сзади. Не роняй, мой стеллаж. Самое легкое мы сделали. Поэтому все. Наверное, сейчас нужно сказать ку-ку. Опа, следующий день. Блог так плавненько перенес с вчерашнего дня на этот. Вчера я приехал домой, вообще ничего не хотел снимать. Но смотрите. Да, мы все-таки это сделали. Теперь у нас этот угол занят. Здесь раньше ничего не стояло. А данная хрень сюда вписалась прям вообще четко. Там миллиметр, наверное, между подсветкой и между принцем. Вообще прям... Вот знаете, вот как будто мы изначально вешали всю вот эту стенку специально для того, чтобы потом купить сюда что-то. Прям ровно. Ровно. Здесь еще на самом деле вот это вот все можно снять. Сейчас, секунду. О, снимаем. Здесь, смотрите, еще есть зеркало. Не знаю, что-нибудь здесь можно записывать. Вообще, сюда еще подсветку будет прикольно провести. А здесь Ольга теперь будет хранить все свои косметические вкусняшки. Ну, вот так вот. Можно сказать, что женский уголок. У меня же есть свой мужской уголок. А у нее будет женский. Так. Как, кстати, вам вот эта тема? Мне понравился планшет вообще. Да я даже не знаю, как это назвать. Планшет, не планшет. Короче, крутая тема. Блин. Правда, одной рукой не откроешь, как компьютеры Apple. Но сейчас... Во, вообще классно. Так, короче, планшет можно с собой брать. Очень удобно. Здесь он блокируется. Ну, практически. Во, заблокировался. Как ноутбук, как подставочка. Очень удобно. Так, да. Короче, тема крутая. Осер. А если я еще поиграл, запилил вам летсплей или геймплей. Не знаю, как это назвать. Not Dying Light. Угасающий свет. Блин, вообще такая просто игрушка адская. Это типа жанр. Survival Horror. Survival Horror. Так странно я это произношу. Короче, выживание в страшных условиях. Наверное, как-то так переводится. Обожаю игрушки, когда они, знаете, вот в тебе какие-то чувства пробуждают. Ну, батлы, понятно, там. Вышел, как бы стреляешь, стреляешь. Как бы так все игрушечко. А здесь, короче, разные зомбаки. День, ночь. Какие-то приспособления. Короче, бежать надо, прятаться. И вау, вообще прям, вот, крутяк. Игра вообще прям бомба. И в итоге у меня ролик вышел охренеть. На 9 гигабайт. Считай, час целый. И в 1080p, 30 кадров в секунду, получается 9 гигов. Сейчас у меня файл получится. Но для этого нужно еще подождать. Sharing, rendering, или как там еще называется. Я думаю, что хотя бы за минут 40 комп справится. Ну, кстати, он довольно-таки быстро вообще все делает. Эх, песня вообще крута. Это Taylor Swift, на самом деле. Итак, хочу вам сказать спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Ждите новых роликов, подписывайтесь. Короче, следите за социальными сетями. Ставьте лайки в Инстаграме. Репостите ВКонтакте. И... Короче, в Твиттере... А, неважно. Можете вообще ничего не делать. Пофигу. Я вас со мной люблю. Все, давайте. До новых роликов. Пока. Я еще тут. Пока.